Поэтому давайте, прекрасные братья и сестры, встанем перед комментарием для молитвы. Благословен Ты наш Господь и Бог Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дарующий Тору. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты, Иешуа Машеях, Царь Израиля, стал живой Торой, сошел с небес и учил, и учишь нас посредством Своего Святого Духа в это время, Господи. Слава Тебе и хвала. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. И на этой неделе мы с вами начинаем изучение пятой книги Торы, книги Дворим. Прошли довольно такой длительный период, уже четыре книги пройдено. И наша недельная глава также называется Дворим. И прежде чем приступить непосредственно к комментарию нашей главы, хочу сделать небольшой экскурс по самой книге Дворим. В еврейских источниках книга Дворим, она также называется Мишны Тора, что значит повторение закона. И называется она так, поскольку в ней представлено довольно такое большое количество законов, постановлений, которые упоминались в четырех книгах, в предыдущих четырех книгах. Однако, если мы будем внимательно ее изучать, то увидим, что в ней даны также 70 из 100 законов. Дано 100 законов, но 70 законов из них совершенно новые. Совершенно новые законы. И вообще, если посмотреть на книгу Дворим, то мы увидим, что она такая сокровищница таких богословских концепций всевозможных, которые оказывали влияние на жизнь израильского народа, она оказывает влияние сейчас на жизнь еврейского народа и на жизнь христиан. Ее идеи, вот этой книги, они очень четко просматриваются в книгах в веткозаветных пророках. И в Брит Хадаша, скажу вам, это наиболее цитируемая книга. В Новом Завете она очень часто упоминается. Если внимательно читать книгу Дворим, то можно увидеть, что вообще она является такой длинной прощальной речью Маше, великого Маше, который привел народ. Народ стоит непосредственно перед, накануне перехода через Иордан для завоевания земли Ханан. И сегодня мы с вами изучаем первую часть этой прощальной речи. Эта часть также захватывать будет небольшой отрывок следующей недельной главы, которую будем изучать на следующей неделе. И в этой главе, в нашей главе Маше, он разъясняет события прошлого как следствие несоблюдения законов Торы и неповиновения Всевышнему. А представленные в начале, вот мы видим, когда начинаем читать нашу недельную главу, мы видим такой перечень географических названий. Так вот, это не просто географические названия, эти места, они являются местами, где Маше обращался к народу с поучением после очередного трагического события, которое происходило именно по причине неповиновения и непослушания народа, для того, чтобы народ переосмыслил свои поступки, для того, чтобы народ проанализировал и вынес духовные уроки из этого. Тем самым, вот мы видим, что Маше, он подчеркивает жизненную необходимость. Вот первая речь, она как раз акцентирует на этом внимание, что Маше подчеркивает жизненную необходимость как раз в соблюдении всех требований Всевышнего, всех требований Торы, и это надо делать во все времена и во всякой ситуации. Это было его такое желание, и на этом он делал особенный упор. Ну, в дальнейшем мы будем видеть, что, начиная с пятой главы, уже больше будет делаться упор на законодательной базе, это уже будет вторая речь Маше, и будет больше упор на законы, на нормы морали, которые, кстати, были неактуальны в пустыне, а почему Маше на них акцентирует внимание, потому что народ в преддверии завоевания земли и в преддверии построения государства. И эти законы и эти нормы, они как раз были необходимы для построения независимого Божьего государства Израиля. Это, как я сказал, такое небольшое введение, чтобы мы понимали общую концепцию книги и понимали общую концепцию нашей недельной главы. Но я думаю, что нас, как верующих людей, это не удовлетворит. Общая информация – это всего лишь общая информация. Потому что, читая Священное Писание, мы что должны с вами делать? Мы должны его не только понимать, но мы должны его применить. Самое главное, чтобы, когда мы изучаем Тору, мы должны его применить потом в нашей жизни. И в этой главе есть что-то, что нам надо будет применить. Что же это такое? Что же из нашей главы мы можем применить в нашей с вами повседневной жизни? Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это то, что мы должны также обращать наше внимание на историю. История Машея обращает внимание народа на историю народа. И прочитаю вам выражение американского философа и писателя Джорджа Сантояна, который говорил, что тот, кто не учится у истории, обречен пройти ее заново. Если мы не будем учиться истории, мы вновь и вновь будем учиться, сопроходя ее и история израильского народа, этому очень хороший пример. К сожалению, очень часто они не учились у истории. И нам надо учиться у истории нашего народа, нам надо учиться у истории церкви, и нам надо учиться, чтобы не повторять ошибок. Именно для этого Маше, он и говорил свою вот эту вот первую вступительную речь в книге «Дворим». Однако, более я хочу сегодня остановить ваше внимание на втором уроке. Это урок, я бы сказал, это принцип движения вперед для достижения Божьего плана, который он имел для жизни своего народа, имеет для нас с вами, как детей Божьих, и как для Божьего народа. Давайте почитаем «Дворим», первая глава, 6 по 8 стих. Господь Бог наш говорил нам в Хариве и сказал, «Полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амареев и ко всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, даже до реки Великой Ефрата. Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь с клятвой обещал дать отцам вашим, Аврааму, Ицхаку, Якову, им и потомству их». Что же мы видим? Мы видим в этих стихах, что Бог призывает народ продолжить движение вперед для реализования своего божественного плана, потому что божественный план был завоевание земли. Но где находился народ в то время, когда говорились эти слова? Народ находился на Хариве. Что же это за место? Это место, где был заключен завет. Это место, где Бог являл свою великую славу. Это место, где Бог даровал свое слово. Мы видим, что для народа Израиля это было очень значимое, было и есть очень значимое место и связанные события с этим местом. Но Господь говорит, полно вам жить на горе сей. У меня для вас есть другой план. Мой план был прописан в обещании Аврааму, Ицхаку, Якову. Он говорит, я хочу нечто большее. Не только, чтобы вы увидели мою славу, не только, чтобы вы получили мое слово. Есть больший план для вас. И он говорит, полно вам жить на горе сей, идите вперед. Как часто мы в наших жизнях, друзья, с вами доходим до определенного периода, какого-то особенного периода, особенных переживаний Бога. Когда нам кажется, что это особенное время, когда мы получаем какие-то особенные откровения, нам кажется, что мы вошли в свое служение, мы вошли в свое призвание, и кажется, это то место, где Бог хочет нас видеть. Нам там очень хорошо, мы себя очень комфортно чувствуем, мы переживаем Бога, но Господь может сказать, нет, это не та земля, которую я хочу дать тебе. Мы, такие ситуации бывают в жизни, если кто-то не проходил, я думаю, что кто-то проходил такие ситуации, когда Бог брал с одного места и переводил в другое место. И Господь через Маше, вот как раз перед завоеванием обетованной земли, Он показывает именно принцип движения вперед, потому что Маше, он цитирует предыдущие события непосредственно перед вступлением в землю обетованную. Этот принцип раскрывается в трех глаголах. Интересные глаголы, которые мы видим в седьмом стихе. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите. Нам, друзья, с вами, чтобы двигаться вперед, лично нам, это практическое действие, которое необходимо сделать, чтобы двигаться вперед, необходимо также будет обратиться, отправиться и пойти. Что же это значит? Ну, возникает вопрос, что же это значит? Ответ находится в значении данных слов, написанных в оригинале данного текста. Итак, действие первое. Обратитесь. Если мы посмотрим значение данного слова, оно значит поворачивать, отворачиваться, развернуться в другую сторону. А это значит, это значит, что мы должны быть готовы в тот момент, когда Господь нас призовет, призывает к какому-то либо действию повернуть свой взор от того прекрасного места, может быть, от того прекрасного состояния, в котором мы пребываем. Ведь народ, когда находился на Хариве, ведь Господь, когда происходили чудесные события, заключение Синайского договора, переживал, ну, это было великое действие. Представьте, что происходило у горы. Представьте, что происходило в жизни народа. Но народу надо было от этого отвернуться. Ему надо было отвернуть свой взор. От этого. И нам может казаться, что в ситуациях наших жизненных, как это сделать? Ведь тут столько Бога. Ведь я в служении. Делаются серьезные дела. Все. Но, друзья, нам необходимо мыслить в данном вопросе, как мыслил Раф Шауль. Можно сказать, «Ну, это же Раф Шауль». Нет, Раф Шауль – человек, который показал пример того, как должны жить мы с вами. И Писание говорит, «Подражайте мне, как я и шо». Слова Раф Шауля. И он говорил, что… Вернее, он не говорил, он жил жизнью. И в стремлении достичь Божьей цели, он жил с готовностью забыть заднее и простираться вперед. Мы также должны быть готовы отвернуться и забыть заднее, повернуться, забыть заднее и двигаться вперед. Потому что в этом может быть, в этом есть Божий план, если Бог нас побуждает двигаться вперед. Действие второе – отправиться в путь. Отправиться. Значение данного слова – вырывать, выдергивать, вытягивать. Представьте, для того, чтобы пойти в путь, надо вырывать, выдергивать, вытягивать. Иногда нам придется просто вырывать себя из прекрасного, насиженного и, казалось бы, очень-очень благословенного места и времени. И хочу привести пример нашего Рэба. Слава Богу, что его нету. Хотел попросить разрешения, но так можно не просить. Пример жизни нашего Рэба, Валентина Романовича и Татьяны Михайловны. Когда они жили в Америке, и Бог призывал их к служению на Украине, им надо было принять серьезное решение. Они были в процветающей, прекрасной церкви. Валентин Романович имел прекрасный бизнес, приносящий хорошие доходы. Татьяна Михайловна имела прекрасную перспективу модельера, карьеру модельера. Но они сделали свой выбор. И я думаю, что им надо было где-то вырвать себя для того, чтобы сделать этот шаг. Им надо было вытянуть себя из этого благословенного состояния и поехать на Украину. Ну, те, кто вообще недавно знают, как они начинали свое служение, для тех, кто не знает, скажу, что первое время они жили в селе Маяки, за 60 километров за Одессой, на базе, на ретритах мы эту базу помним, где не слишком хорошие условия. Летом жарко, зимой было очень-очень холодно. И для того, чтобы принять это решение, надо вырвать себя было. Нам с вами, друзья, также иногда надо будет принимать очень серьезные решения. Вырывать себя, просто брать и принимать волевые решения, вырывать себя из комфортной жизни для достижения божественной цели. Действие третье. Пойти. И читая синодальный перевод, кажется, все понятно. Ну, пойти. Что тут сказать? Что тут добавить? Взять и пойти. А может и показаться, что тут присутствует автология, потому что отправиться в путь и пойти, в принципе, одно и то же. Как бы повторение. Отправиться в путь, пойти одно и то же. Но, опять-таки, оригинал совершенно меняет понимание данного текста. И значение слова пойти, входить, впускать, быть принесенным, быть приведенным. И скажу, что после того, как мы отвернули свой взор от нашего прекрасного места, где нам хорошо, где нам прекрасно, где мы находимся, после того, как мы принимаем решение отправиться, нам что надо сделать? Нам надо впустить Бога, чтобы Он перенес нас в то место, куда Он хочет сделать. Куда Он хочет. Причем, это самое важное. Потому что делать, что значит впустить, что значит дать быть перенесенным. Это значит делать не так, как Он этого хочет, но так, как мы этого хотим. Извините, прошу прощения. Не так, как мы этого хотим, но так, как Он этого хочет. И в начале нашей главы мы видим, что когда Маше говорит о переходе, он говорит, вам надо было 11 дней пойти, чтобы войти в обетованную землю. Но этот путь прошел 40 лет. Почему? Потому что народ делал так, как он этого хотел. У него была возможность впустить Бога и быть перенесенным в обетованную землю, но он этого не сделал. И для нас, друзья, именно третье действие, оно поможет, важно, и оно поможет нам войти в то наследие, которое Господь приготовил для нас. И это подтверждает и восьмой стих, который повторяет опять-таки этот глагол. Говорит, пойдите и наследуйте тем, что я обещал вам. Хотя скажу, если честно, в оригинале нет слова «возьмите». Там написано сразу «наследуйте». И, друзья, в конце хочу сказать, что когда мы с вами придем к моменту нашей жизни, когда Бог скажет, чтобы мы двигались куда-то вперед, когда Бог скажет, что вам надо идти дальше, то нам надо всегда помнить, что нам необходимо будет исполнить эти три действия. Ведь успешной жизнью нашей будет момент, и наше восслужение – это есть то, что мы исполним то призвание и то предназначение, которое Бог имеет для нашей жизни. Не то, которое мы видим для себя, но которое Он имеет для нашей жизни. Будем мы исполнять наше призвание с готовностью обратиться, отправиться в путь и пойти во имя Ишуа Мессии. Аминь. 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 Продолжение следует...